приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья мы поговорим о великом празднике о средине господне поговорим о том что можно делать в этот день что ни в коем случае ни при каких обстоятельствах нельзя делать в этот день также поговорим о некоторых ритуалах практика которую вы можете провести в этот день поэтому более подробно все об этом далее в этом видео и так друзья встретение господне один из двунадесятых праздников православие и приходится он на сороковой день от рождения христа встретение это встречу человечества в лице старца симеона с богом симеон был одним из переводчиков священного писания на греческий язык язык во время перевода книги пророка исаи симеон усомнился в словах все дева в очреве примет и ради цена и нарекут ему имя эммануил и хотел исправить слово дева на женщина но в этот момент к нему снизошел ангел господин который заверил симеона что он не умрет пока не убедиться в истинности пророчества исаи так симеон жил около 300 лет и в итоге дождался встречи с богом младенцем на 40 день после рождения иисуса мария вместе с сыном иосифом пошла в храм чтобы принести господу богу благодарственную и очистительную жертву согласно евангелию от луки каждый первый ребенок мужского пола принадлежал богу его необходимо приносить было в храм именно на сороковой день по закону древних иудеев богатая женщина должна была в качестве жертвоприношения поднести ягненка и молодого голубя бедная пару голубей или горлиц мария принесла пару горлиц в храме она встретила праведного симеона который взяв на руки богомладенца благословил его и обратившись к марии предсказал ей что младенец выйдет на служение во имя спасения людей святение символизирует встречу ветхого и нового заветов данного еврейского народу закона божия и нового высшего закона божественной любви принесенного в мир иисусом христом в народной же традиции святения это праздник начала весны со святением связывали надежду на весну считалось что в этот день встречается зима с летом иначе святения в церквях светят водичку и свечи посвященная свеча считалась помощницей от пожара ее зажигали ставили перед образами во время грозы чтобы уберечь дом людей и скот от пожара эти свечи также давали в руки умирающим во время чтения отходной молитвы посвященной насретения водой лечили больные места и избавлялись от сглаза согласно народной примете если под вечер потеплело лето победила а зима отступает но а если похолодало тот царствовать продолжает зима и главным обычаем насретение господня которая праздную по церковному календарю 15 февраля было принято посетить храм и осветить свечи которые несут большую духовную силу для христиан их принято зажигать на протяжении всего года когда читает молитву к спасителю придя из храма нужно сразу же зажечь свечу и помолиться она избавит жилище от негатива и бесов люди с давних времен верили в силу этих свечей они защищали дом такие свечи защищали дом и способствовали богатому урожаю если свеча догорит до конца спокойно то семья проживет год не зная проблем со здоровьем по обычаю 15 февраля было принято собирать талую воду из сосулек которые брызгали по которой после брызгали дом и домашнюю живность эта традиция помогает уберечь от дурного глаза и укрепить здоровье можно такой же ритуал совершить и со святой водой и освященную в этот день церкви водичку использовали против сглаза в течение года хранили свечи в углу или же вплетали в дедухе такие свечи по поверим обладает исключительно силой и предохраняет дом от бури ливни или смерча также от буреломы или города а членов семьи от злого глаза и болезней конечно же в этот день были очень строгие запреты которые наши предки старались соблюдать в этот день 15 февраля в этот день был строгий запрет выливать воду набранную водоеме в раковину или унитаз ведь на средине она имеет особую силу и важно ценить ее кроме этого вода помогал избавиться от сглаза порчи и ряда болезней а чтобы домашняя птица и животные не болели и не подвергались глазу нужно было напоить их святой водой нельзя было в этот день пропускать церковную службу а после нее нужно было обязательно взять с собой свечу из храма если же не было возможности всю службу отстоять достаточно было посетить храм и купить свечи одной из которых следовало зажечь по приходу домой она должна была сгореть дотла если же не прислушаться к этой рекомендации то в течение года человека ждали неприятности на работе и в любви другие свечи прятались и использовались по необходимости чтобы излечиться от болезни или призвать удачу но в этот день 15 февраля существовали и такие запреты запрещалось в этот день класть деньги на кухонный стол ведь они могли испариться как еда разложенная по тарелкам в этот день отказывались и от длительных поездок ведь отправляясь туда вы не скоро вернетесь домой также на средине не ссорились весть ведь негатив вернется в тройном размере инициатору конфликта в доме 15 февраля не убирали ведь в этом случае вы вы сводите место под болезни и проблемы кроме этого под запретом было вязание и вышивание мусор также рекомендовали выносить лишь на следующий день также 15 февраля к неудачи мог привести поход в баню чистое тело привлекает болезни сглаз и порчу поэтому при необходимости только пользовались душем на средине нельзя было проводить колдовские ритуалы и иначе считалось что могу придется всю жизнь расплачиваться за содеянное за поступок придется отвечать даже его потомкам в этот праздник не употребляли алкоголь в противном случае за один стол с вами садились бесы которые призывали беду и именно сегодня 15 февраля вы можете с помощью следующей практике избавиться от бед неудач и так далее для этого наберите 15 февраля обычную воду стакан воды если вас дома святая вода это будет идеально но если нет ничего страшного набираем стакан водички далее отпеваем 3 глотка воды и читаем молитву отче наш после того как прочитали молитву отче наш стакан с водой поставьте на стол а по бокам установите 2 свечи можно взять обычные те что есть но если вы возьмете церковные они будут намного сильнее и далее нужно сказать на воду три раза как льется водится как дует ветра разольются неудача развеется беда амами помоется раба божья называйте имя росою утренней овеется ветром свежим станет раба божья звать имя удачливая понятливая все стечется все свяжется все заслоны и за пруды разойдутся как их и не было словам замок ключ ключом запираю ключ глотаю удачу призываю замок никто не отомкнет удачи никто не заберет после этого свечи должны догореть полностью а водичку разделив содержимое мысленно на три равные части выпить у меня сезоня господи вы можете провести особенный ритуал для увеличения притока денег он достаточно сильный что после него обязательно деньги потекут к вам рекой и обрет это очень просто в исполнении главное в нем магические слова их вам нужно выучить наизусть иначе не подействует но благо их достаточно мало поэтому каждый сможет это сделать и так 15 февраля в любое время дня вам нужно остаться в комнате взять свой кошелек открыть все отделения которые в нем есть и проследите чтобы в каждом отделении вашего кошелька лежала хотя бы какая-то денежка и далее смотря в кошелек скажите следующие слова с этого дня кошельку будьте жалеть а мне богатеть слово мое крепко да будет так аминь на последнем слове закрываем кошелек это запустит обряд действия и ваша прибыль действительно значительно самое ближайшее время начнет прибавляться друзья вот такой у нас вами день 15 февраля встретения господни обязательно проведите эти ритуал они вам помогут в жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь ставьте лайк этому видео и мы с вами услышимся уже в следующем видео